Это программа 60 минут по горячим следам. Мало времени, катастрофически, как мы говорим, остаемся, но не можем обойти эту тему. Но вот практически, с позволения сказать, вершки и корешки, накануне было предложено муниципалитетам потреблять, ну или вот если в прямом смысле слова цитировать губернатора Хакасии, было сказано, что надо то ли тушенку варить, то ли ягоды собирать для того, чтобы каким-то образом справиться с экономическими трудностями. В общем-то, вариант. Давайте послушаем. Ну, не на что жить, зачем людей смешать? Ну вы ничего не зарабатываете, вы прям паразитами являетесь. Ну неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги, когда нам зарплату выпадет, ну и заработайте ее. Собрали ягоды, переработали, продали их. Ну живете в тайге. Ну что-то делаете? Нет, сидим, кресло обязательно, книга амбарная. Вон сидит. Что ты сидишь? Сварите тушенку, продайте на рынке, точку устройте. Сконцентрируйте бабушек, дедушек в этих селях. Ну нихрена, извините за внимание, вот многие просто ничего не хотят делать. А вот зуд этот постоянный. Откуда деньги брать? Давайте сразу оговоримся. Это он не то, чтобы прям вот совсем жителям предложил идти в тайгу собирать ягоды, но вот предложил организовать жителей, представителям муниципалитетов таким образом, чтобы они не страдали. В общем, творческий подход, наверное, можно поощрить. Чиновники пожаловались на недостаток денег. Он говорит, вот вы сидите с амбарной книгой. Получается так. Сергей Михайлович, объясните, как у нас в стране уживаются вершки и корешки и призыв варить тушенку? И вот все-таки какое-то улучшение. Позитивные моменты, да. Знаете что, вот эти математики, когда идет падение ВВП и падает, например, в прошлом году на 2%, да, а в этом году падает на 0,5%, то они уже в этом видят позитив. Подождите, а как же рост ВВП на 2%? Реально, то, что нам дает статистика, это нужно как бы смотреть более внимательно. Я могу сказать, давайте посмотрим бюджет федеральный. У нас в этом году на 300 миллиардов расходы снижаются. Это в реальном, абсолютных цифрах. С учетом инфляции, поэтому никакого роста дохода реального населения не наблюдается. А почему Иванов стал побогаче? А вот этим ребятам, которые говорят, что нужно варить, там есть лес. У нас 21 миллион человек, уже даже больше, живет ниже прожиточного минимума. Вот ему, знаете, вот сейчас учат всех претендентов, которые записаны в резерв президентский. Прыгают они там со скалы, там машины по ним проезжают. Вот им нужно дать по 7,5 тысяч каждому и в лес, каждому губернатору. Вот это реальное испытание. И потом, чтобы они таких заявлений не делали, чтобы наши люди выживали в условиях, когда жить невозможно. Вот хочется сказать банкирам словами классика, как далеки они от народа. Это опрос, это просто опрос, результаты опроса. Ну, опросы разные. Нам Росстат иногда дает такие цифры, которые не соответствуют реальным цифрам. Я хотел бы сказать, реальное восприятие это покупательская способность человека. Вот посмотрите по продуктовым магазинам. Количество покупателей осталось таким же, но чек уменьшился. Раньше брали 300 грамм колбасы, а сейчас берут 200 и менее высокого качества. То есть население объективно беднее. Вторая составляющая, рынок жилья, недвижимость, тоже в стагнации. Но посмотрите, какое идет расслоение. Элитное жилье и бизнес-класс еще более-менее на плаву. Эконом полностью падает. В стране... Подождите, наоборот. Наоборот. И ставки кредитные ипотечные упали очень сильно. Посмотрите последние полгода данные. А по господину Зимину, я хотел бы сказать, я недавно был в Хакасе. Вот ему надо порекомендовать заниматься своими заместителями. Там 6 человек из ближайшего окружения Зимина находятся под следствием. В СИЗО за хищение миллионы рублей. Ты займи своим окружением и ставь чиновников, они учили людей. Он, наверное, занимается, раз они под следствием. Я давно об этом говорила. Угу.